Всем привет! Сегодня разбираем задачу номер 6 с Бразильской национальной олимпиады 2015 года. На мой взгляд задача была очень красивая, условие ее было следующее. Дан треугольник ABC, в этом треугольнике проводятся чавианы АА1, ББ1, НЦЦ1, образующие одинаковые углы со сторонами. Далее проводятся окружности АС1Б1, БА1С1 и СБ1А1. Они пересекаются в точке П и требуется доказать, что если вы П соедините с рта-центром А треугольника и с точкой пересечения медиан Ж, то образуется прямой угол. На мой взгляд очень красивое утверждение, на самом деле с очень красивым доказательством. Давайте приступим. Первое, что хочется отметить, что точки пересечения этих самых чавиан, 3 штуки, они тоже лежат на этих окружности просто в силу равенства углов, да, образуются вписанные четырехугольники. Давайте эти точки обозначим А2, В2 и С2. И заметим, что поскольку чавианы образуют одинаковые углы со сторонами, то углы этого треугольника равны углам треугольника ABC. Ну, это же можно заметить и из соответствующих вписанностей. Ну и теперь мы видим два подобных треугольника ABC и А2, В2, С2, так повернутые друг относительно друг друга. И, кроме того, есть пары окружностей, секущие, проходящие через точки пересечения. Все намекает на поворотную гомотетию. Давайте вспомним основное утверждение, которое полезно знать про поворотную гомотетию. Ну, значит, часто поворотная гомотетия возникает, когда у вас есть две окружности, пересекающиеся в какой-то точке P, и вы через вторую точку проводите секущие. Дело в том, что если вы проводите через вторую точку секущие, то соответствующие точки пересечения оказываются точками, соответствующими друг другу при поворотной гомотетии с центром в точке P и переводящей одну окружность в другую. Ну, то есть, если вы возьмете две секущих L' и M' проходящих через вторую точку, то L совменьшается с L' поворотной гомотетии с центром в точке P, а M с M'. Это означает, что отрезок LM совмещается с отрезком L' M' поворотной гомотетии с центром в точке P. Ну, а это по известному свойству поворотной гомотетии означает, что и отрезок L' L' совмещается с M' поворотной гомотетии с центром в точке P. Возвращаясь к нашей задаче, мы можем посмотреть на две окружности, например, проходящую через вершину A, проходящую через вершину B. Они пересекаются в точке P, и к ним проведено две секущих через точку C1. Это, собственно, сторона AB и прямая C' A2B2. Ну, и это означает, что отрезки AB и A2B2 совмещаются друг с другом тоже поворотной гомотетии с центром в точке P. Но поскольку к этим отрезкам пристроены подобные треугольники ABC и A2B2C2, то и сами треугольники совмещаются поворотной гомотетии с центром в точке P. То есть, точка P – это центр поворотной гомотетии, совмещающий ABC с A2B2C2. И надо доказать, что этот центр поворотной гомотетии лежит на окружности с диаметром GH. Ну, хотелось бы понять, каким чевианам соответствуют точки H и G на этой окружности. С точкой H более-менее понятно. Дело в том, что если вы проводите чевианы под прямым углом к основанию, то есть высот, они пересекаются в точке H, и это просто вырожденный случай. Точки A2B2C2 будут просто все совпадать с точкой H, и точка P будет тоже там находиться. Значит, а ситуации, когда P попадает в G, чуть-чуть сложнее. Это соответствует, на самом деле, углу нулевому между чевианой и стороной. То есть, когда вы через вершину проводите прямую параллельную стороне. Давайте попробуем это анимировать. Вы раздвигаете картинку, поворачиваете, поворачиваете чевианы, и получаете ситуацию, когда у вас точка P совпадает с точкой G. Это когда ABC является серединным треугольником к треугольнику A2B22. Так, ну замечательно. Мы приблизительно поняли, какие предельные положения получаются в этой задаче, когда P совпадает с точкой H или с точкой G. При этом нетрудно видеть, что точки A2, B2 и C2, они, на самом деле, тоже двигаются при повороте чевиан по понятным траекториям. Дело все в том, что угол B, A2, C дополняет угол A до 180 градусов. Значит, точка A2, на самом деле, движется по окружности, проходящей через B, H и C. Очень естественным оказывается провести эти окружности, заметить, что эти окружности имеют равные радиусы, они симметрично описаны окружностью относительно сторон треугольника. И на самом деле дуги H, A2, HB2 и HC2 в этих окружностях равны, потому что мы высоту поворачиваем на один и тот же уголок. То есть мы можем отметить три вот таких вот голубых одинаковых дуги на этих окружностях. И это соответствует другому определению точек A2, B2, C2 без всяких чевиан. Давайте удалим теперь из картинки все лишнее и переопределим треугольник A2, B2, C2 так. Мы берем из точки H, едем по каждой окружности с одинаковой угловой скоростью и получаем точки A2, B2, C2. Естественно, все треугольники A2, B2, C2 при таком подходе совмещаются поворотной гомотетии друг с дружкой. Этот центр поворотной гомотетии находится в точке H. Но нас интересует, каким же центром поворотной гомотетии совмещается треугольник A2, B2, C2 с треугольником A, B2, C2. Как найти этот центр? Ну, оказывается, что проще всего, ну, на мой взгляд, проще всего, может быть, вы предложите в комментариях более простое соображение, это посмотреть и перевести треугольник A2, B2, C2 в треугольник A, B2, C2 в два шага. Сначала перевести в большой треугольник, для которого A, B, C является серединным, а потом перевести уже в треугольник A, B, C. Итак, давайте мы сделаем поворотную гомотетию с центром в точке H, которая треугольник A2, B2, C2 передвинет в треугольник больший, для которого треугольник A, B, C является серединным, треугольник A' B' C'. Вот, опять же, такие дуги равны, на самом деле, по полуокружности от точки H мы проехали, получили точки A' B' C'. А дальше мы хотим делать гомотетию с центром в точке G, которая совместит уже A' B' C' с A, B, C треугольник. Вот, разобьем гомотетию, переводящую A2, B2, C2 в A, B, C, на два таких шага. Как нам найти центр этой гомотетии? Ну, давайте посмотрим просто, куда переходит точка P при первой гомотетии. При первой гомотетии точка P будет переходить в такую точку P'', что треугольник HPP' подобен треугольнику HA2H'. Ну, поскольку H и H' это диаметральные противоположные точки в этой окружности, значит, здесь будет тоже прямой уголочек образовываться. То есть, такие два треугольника должны быть подобными. Вот, ну, а вторая гомотетия с центром в точке G переводит P' в P, причем это гомотетия с коэффициентом минус одна вторая. То есть, попросту, точка G должна лежать на отрезке P'P и делить этот отрезок в отношении 2 к 1. Ну, из этого, конечно же, следует, что угол HPG прямой, и точка P лежит на окружности с диаметром HG. Собственно, на этом решение задачи заканчивается. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!